приветствую всех блендер 2 81 и как вот давайте рассмотрим как сделать вот такую штуку вот такой мордобой тут идет на фоне именно ринга вот так все это выглядит давайте рассмотрим как добавить второго персонажа и вот это все дело сделать вот так вот выглядит предыдущий наш ролик можно если сбилось что-то можно нажать на персонажа нажать вот на эту функцию зайти еще раз у него отменить поставить пассивный а на гружу на грушу поставить тоже пассивный теперь переключиться на активный и на него поставить тоже на активный ну и смотрим что-то дернется да все заработало вот так вот можно поправить если где-то что-то не работает так ну груша нам в принципе не нужна давайте ее выделим и удалим дэлит на клавиатуре можно взять и от дублировать вот этого так вот взять нажать выделить косточки все вот это повыделять и нажать допустим shift d вытянуть второго персонажа и на семерку на нампаде и транспозом его развернуть ну вот самый простейший способ наверное вот так вот чуть отодвинуть ну и пусть они мочатся опять же можно одному поставить как и груши чтобы он отлетал вот таким вот образом допустим активный поставим так сначала можно твердое тело удалить и открыть новое добавить твердое тело так этому поставить столкновение одиночный туда-сюда вот так все стоит а ну-ка смотрим и вот один гражданин должен отлететь ну вот так один гражданин падает один стоит на ногах вот таким вот образом прикольно получается так теперь что еще можно сделать также можно экспортировать сюда другого гражданина нажимаем на файл жмем так импорт и жмем допустим fbx файл находим еще там персонаж который вы выделали или откуда-то сброшенный находим выбираем допустим вот этого какого-нибудь сейчас он подгрузится чуть-чуть его увеличим и к этим подставим и пусть вот этот гражданин с двумя мочится вот так будет еще классней так жмем три на нам пади английскую с прибавляем увеличиваем смотрим какая у него поза поза такая удалить другого подгрузим импорт fbx файл рабочий стол desktop ну и пускай вот этот будет point смотрим что в какой позе он будет стоять опять нажимаем с ну вот этот пусть так стоит и теперь семерку на нам пади и все это дело транспозом опять же перекрутим так вот так как нибудь раз и вот сюда его где-то поставим чтобы его хоть видно было что ну так опять же кости можно переделать чтобы были не видны поставить сетку так теперь смотрим как он впишется в этот мордобой смотрим какая получилась анимация вот он ему в тк дает тот падает но гражданин вот этот теперь мешается его нужно передвинуть жмем g так выделяем у него сразу и кости тоже через шифт зажатый и там можно тройку на нам пади и немножко транспозом в бок его отвести чтобы он не мешался ему даже здесь если поставить его так вот и немножко перекрутить пусть он вот тут стоит типа вот таким образом судья так смотрим теперь что получается вот он падает этот поднимает руку вот такая движуха пошла тут ну так вот можно делать разных персонажей добавлять и потом уже все это дело писать и фильм и бокс и что хотите ну так примитивно конечно но можно постараться сделать ничего так будет ну давайте добавим задний фон им чтобы было нормально так ну первый способ я уже показывал это заходите вот в эту функцию называется она настройки мира мир это вот задняя вот эта часть вот здесь фон находите цвет и подгружаете так текстура окружения среды нажимаете сейчас высветится окошко где можно будет выбрать именно вот эти окружение окружение нажимаем у тебя на папку и находим какое-нибудь окружение ну пусть вот вот это так это какой тут попробуем вот это нажимаем теперь на рендер вот этот тип затенение по viewport отображает предпросмотр рендера сейчас все подгрузится и будем смотреть что тут да как ну вот таким образом не очень наверно текстура такая штука получилась вот этим гражданам нужно конечно добавить еще будет цвета но это уже потом смотрим давайте что-нибудь этакое другое выберем так ну пусть будет вот зелень вот так они более видны надо им еще разобраться как добавлять цвет это вот шейдинги еще нужно будет рассмотреть вот такой вот способ так как они тут стоят вот таким вот образом задний фон можно стену какую-то взять ну и вот граждане тут мочатся нация этот судья да вы чё ну короче в таком духе так вернемся теперь как на этот тип затенения по viewport 2 отображать в резюме сплошного затенения и давайте добавим вот это можно удалить и можно добавить сюда именно пустышку добавить так пустышка изображение семерка на нам паде и теперь с английская вытягиваем пустышку и ставим ее так это вот так побольше и мы ставим его здесь сбоку теперь заходим вот в эту функцию называется на настройки данных объекта открыть и подгрузим какую-нибудь картинку вот ring теперь все это можно перекрутить немножко подогнать и немножко вот сюда вот установить теперь единица на нам паде вот так все это делать перекрутить поднять посмотреть что тут получается ну и с так вот раз теперь можно g немножко вот так вот подогнать немножко можно где-то и даже плюс мать у так вот так и устанавливаем вот такую такой вид немножко еще растянуть можно и вот они уже тройка на нам паде шип зажатый зажатый колесико ну и ура пацаны давайте вот такой получился бой теперь можно если персонажей сам самому делать постановку ног полностью здесь прорабатывать состыковать как-то падение делать также камеру можно здесь установить чтобы она как-то кругом вот так вот летала смотрела ну таким вот образом также надо разобраться именно с покраской модели чтобы они были раскрашенные цвете это все будем делать потихоньку полеонку и потом будем уже в конце смотреть что получится если делать свою анимацию полностью ходьба драка допустим или какие-нибудь сказочные персонажи ну разберемся словом ну такой вот ролик все всем пока до свидания и вот 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 вот